Тельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на период с 20 по 26 июня 2022 года. Помогут мне в этом Ленорман Утопия и Таро Мьюз. Будем смотреть позитив, негатив недели, совет от карт и неожиданность этого периода. Поэтому подумайте, что вас беспокоит, что вас тревожит. Будем смотреть и анализировать. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Так. У вас суд, рыцарь мечей, четверка жезлов. Ну, для кого-то это такие знаковые перемены. Объясню почему. Потому что здесь по этим арканам, во-первых, у кого-то может идти восстановление отношений с членами семьи, либо с бывшими. То есть это может и возврат бывших, с которыми отношения давным-давно были разорваны. Потому что суд, рыцарь мечей, это давний период, даже больше двух-трех лет. То есть это попытки воссоединения, восстановления. Это раз. Это просто примирение с родственниками, с которыми вы длительный период не общались. Будь то близкие или дальние ваши родственники. Это восстановление отношений с друзьями. У кого-то это возврат на родину. Но еще, если смотреть по этим картам, поскольку у вас в одном колоде шестерка жезлов, карта победы, карта достижения, может идти подготовка к переезду на новое место жительства. Потому что, как говорят арканы, это, знаете, обретение новой родины, новой стабильности, нового статуса, нового социального окружения. Что ж, будем смотреть и анализировать. Если посмотрим эти арканы с точки зрения личной жизни, и на данном этапе вы у нас свободны, то здесь, обратите внимание, идут перемены. Перемены какого плана? Вот видите, это как возрождение из пепла, возрождение из мертвых. Потому что здесь вот тот, которого фактически давно похоронили, либо ту. Потому что арканы указывают, видите, семерка кубков. Кто-то о вас активно здесь думает, вспоминает. Либо вы снитесь, потому что это эмоции, которые захлестывают. Это ситуация, когда человеку даже трудно на это решиться, трудно сделать этот выбор. Но человек приложит к этому максимум усилий. Если же вы в любовных треугольниках, то это зависнут в этих отношениях. И здесь ограничения. Почему ограничения? Потому что вы четко должны будете осознавать, что вам придется разрушить одни отношения для того, чтобы создать иные. И сейчас вы будете взвешивать все за и против. Хотите вы этого или не хотите, или как вам поступать. Потому что здесь восьмерка мечей даже не ограничения в ситуации, а вот в вашем случае это как взять паузу. Взять паузу, чтобы все переосмыслить и об этом не сожалеть в дальнейшем. Если у вас стабильные отношения, то по девятке пентаклей это может быть как появление нового члена семьи, начинают вопросы в зачатии, деторождения. Так и допустим приезд к вам племянников, внуков, детей ваших родственников. Это может быть даже когда дети взяли и принесли домой питомца. Потому что по девятке пентаклей в связке в совокупности с этими арканами, это получение радости, это траты, связанные с вашими близкими или расширением вашего рода. Но и в целом это могут быть такие серьезные материальные вложения в вашу будущую стабильность. У кого-то ремонт, у кого-то приобретение недвижимости, у кого-то вопросы наследства, которые вы можете получить вообще для вас неожиданно. То есть эта информация для вас будет как снег на голову, будет неожиданно, но вместе с тем очень приятная и, знаете, говорю, своевременная. Если карты смотреть с точки зрения работы и заработка, и вы, например, на данном этапе не работаете, работать не можете. То есть вы домохозяйка, вы в декрете, либо вы не работающий пенсионер, то здесь по этим арканам это помощь от ваших близких, дотации по рыцармичи от государства и по суду. Это действительно могут быть еще дополнительные вопросы наследства. Если же вы на данном этапе в статусе соискателя, то есть у вас есть ресурсы, время, возможности, то по королеве Жезов это ситуация, когда вам оказывают помощь и протекцию, и вам либо помогают вернуться в тот коллектив, в котором вы работали ранее, то есть восстанавливают вас на работе, или же кто-то может вас взять в свой семейный подряд, будете работать в новой организации. Если же вы наемный сотрудник, то по тузу Пентакли увеличение дохода, карьерный рост, премии, бонусы, отпускные, просто индексация заработной платы. Но вот видите, здесь шанс, возможности, потому что для вас это стабильность, то, что позволяет чувствовать себя комфортно, и вы ощущаете свою значимость. Если же у вас свой собственный бизнес, это быстрый активный рост, это увеличение роста доходов, это карта скорости, общение, знаете, как круговорот событий, новые связи, новые знакомства, то, что способствует выстраиванию новой структуры, причем по рыцарю мечей, особенно если у вас бизнес через интернет, либо бизнес межрегиональный, или международного плана, то это действительно его очень такое быстрое, активное расширение. По состоянию здоровья. Обращаем здесь внимание на опорно-двигательный аппарат, обращаем здесь внимание на наследственные заболевания, либо на то, что у нас было в хронике, и мы отмахивались, там само пройдет, то здесь не пройдет, здесь, к сожалению, могут быть ситуации, когда это вас побеспокоит. Поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы это все ушло в небытие. Что в негативе? Так, шестерка эмоций, как мы видим, жрица, и девятка эмоций. Ну, в первую очередь, смотрите, все-таки не зря, говорю, кто-то из бывших может здесь заявиться, потому что то, что идет по арканам, видите, ностальгия, воспоминания, то, что вы будете пытаться сохранить в тайне, по девятке эмоций, она же девятка, зачастую это как любовные связи, отношения, ваше увлечение, которое вы не хотели бы никому афишировать, никому об этом рассказывать. Еще в негативе, что здесь может быть? Это может идти получение информации через какой-то эмоциональный пик, через радость, через восторг, когда вам могут открываться ясновидения, яснослышания, вещи сны, причем информация, которая, по сути, вами была забыта, стерта, знаете, вы как амнезия, то вот здесь это прилив воспоминаний из прошлого, который вам поможет найти ответы на ваши вопросы. Далее, по этим картам, это может быть идти увлечение эзотерикой, почему это падает в негативе? Потому что получите ответы на ваши вопросы и, знаете, информацию, которую вы не ждали, на которую не рассчитывали. С одной стороны, облегчение и радость от того, что вы наконец-то добились результат, а с другой стороны, думайте, а может и не стоило ворошить это прошлое, не стоило ворошить, в принципе, какую-то ситуацию. Вот это может вас тяготить. Еще в негативе, это если вы решили возобновить, ну, возможно, какие-то заброшенные ваши курсы, не знаю, там йога, пилатес, эзотерические направления, то это будет, несмотря на то, что в удовольствии, но сложно даваться, потому что придется все заново вспоминать, проживать, настраиваться, ну и, как следствие, гармонизировать. Совет. Ну, по двойке жезлов. Вижу цель, не вижу препятствий. Это попытки выбрать для себя наиболее оптимальный путь решения вопросов, проблем, ситуаций. То есть сделать так, чтобы вам было, ну, фактически легко и просто. То есть преодолеть какие-то барьеры. То есть это фактически вот ваша задача на эти 7 дней. Сейчас мы посмотрим на неожиданность периода. Что у нас будет здесь? К чему готовиться, на что рассчитывать? Всадник, дом, крысы. И здесь у нас птицы, ниже совы. Итак, смотрим здесь по ситуации. Всадник, дом у нас очень часто указывает на ситуацию, как я говорю, это какие-то перемены в доме. Начиная от вопросов перемещения, то есть вы можете переезжать на новую квартиру, новый дом, то есть новое место жительства. Так это просто, знаете, как перемены в семье. Как я сказала, известие от близких. Это приезд гостей, приезд родственников. Это семейные поездки, это гости. Но вместе с тем, это знаете, как говорю, ну, с одной стороны будет дом, как проходной двор. Потому что дом крысы, это фактически хаос в доме. Это ситуация, которая вас в чем-то дестабилизирует. Ну и помимо всего прочего, создает какое-то эмоциональное напряжение. Что еще могу сказать по этим арканам? Здесь у кого-то может идти известие о дележе имущества. Это также вопрос мелких расходов на поддержание дома. Это заниматься, либо приглашать специалистов, которые занимаются ремонтными работами в доме. Начинать от каких-то глобальных, то есть какой-то плановый ремонт, до каких-то мелких. Ну, по принципу там протечки, поломки. То есть это все устранить. У кого-то это, кстати, еще вопрос о санации. Потому что здесь, смотрите, всадник, дом крысы, это как приглашать каких-то специалистов, которые могут, не знаю, там травить мелких грызунов, тараканов, пауков и так далее. То есть убирать паразитов в доме. Здесь еще как предотвратить какую-то кражу в доме. Еще может быть так. Потому что, вы знаете, я говорю, лица, которые залетные, залетные гости, либо люди, которые просто ранее не являлись вхожими в ваш дом, то есть контролеры какие-то, еще кто-то. То есть, знаете, люди, с которыми вы имеете посредственное общение. То вот здесь будьте начеку, старайтесь их одних не оставлять, потому что действительно что-то здесь постараются. умыкнуть. Поэтому вот так. Но мы же, как всегда, весь негатив для вас перекроем позитивом, потому что негатив нам не нужен. Вам помощи, поддержки, проведение свыше, стабильности в текущей ситуации. И опирайтесь на свою интуицию. Она вам в рамках этих 7 дней должна помочь, как никогда. Прислушивайтесь к себе и обязательно найдете ответы на ваши вопросы. Вот таким у вас вышел расклад на эту неделю. Пусть отыграется для вас только в благоприятных красках, но я в любом случае от вас буду ждать обратной связи. Поэтому не забывайте черкнуть пару строк. Благодарю вас за внимание и до новых встреч!